Ученым Якутии удалось установить ген, который отвечает за редкое наследственное заболевание. В основном страдают дети, у них начинается необратимое нарушение обмена веществ. И в результате многие из них не доживают до трех лет. Лечения пока нет, врачи надеются, что через какое-то время на базе их исследования получится создать медицинский препарат, который наконец поможет маленьким пациентам. Репортаж Дмитрия Макарова. Якутские ученые бьют тревогу. У местных детей обнаружена смертельная генетическая болезнь. Только за последние несколько лет зафиксировано 13 случаев. Сегодня в живых осталось лишь двое. Заболевание поражает жизненно важные органы. При этом заболевание пока неизвестно. Ничего, исследования проводятся, и поэтому мы ничего не можем говорить о том, что может быть какое-то лечение или что-то. Пока нет. Чтобы отправить маленькую кюн-ней на обследование в Японию, деньги собирали всем миром. Но даже за рубежом врачи лишь разводят руками. Состояние малыша постепенно ухудшается. Началась задержка общего развития. Первый ребенок у меня тоже так болела, но только умерла в один год и восемь месяцев. Третья дочка тоже так же болеет. Не развивается, как ребенок, нормальный ребенок. Не ходит, не сидит сама. Суставка у нее, как у нормального ребенка. Уже несколько лет ученые пытаются найти причину болезни, но вопросов больше, чем ответов. Для изучения наследственных заболеваний приобретены самые передовые технологии. Таких генетических анализеров в стране единицы. С его помощью якутские генетики провели несколько испытаний. За один запуск этот секвинатор может просчитать, допустим, 4000 генов на одной панели или 500 генов. Ну, в зависимости от задач, которые мы хотим. По наследственным заболеваниям 500 генов смотрели. Вот. И уже кое-что, как бы, результаты есть. Пока что специалистам удалось лишь немного отодвинуть дату смерти. Раньше дети погибали в утробе матери. Сегодня доживают максимум до трех лет. К изучению недуга подключились ведущие эксперты страны. Совместными усилиями проблему наследственных заболеваний планируют поднять на международном уровне. И чтобы это была уже вот такая мировая тенденция, что заболевания малочисленных народов, малочисленных народов сера, просто того населения, которое живет, допустим, конкретно в республике Саха-Якутия, они имеются, и что на это надо обратить внимание. Это должна быть государственная политика. На сегодня точно известно, что это заболевание характерно только для Якутии. Сколько еще будет выявлено подобных случаев, не знает никто. Ученые говорят о десятках, а то и сотнях возможных больных. Исследования продолжаются. Генетики надеются, что при хорошем стечении обстоятельств первые результаты можно будет получить через полгода. А это значит, есть возможность, что у детей, пораженных тяжелым недугом, появится шанс на нормальную жизнь. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Роберт Набиев, Вести, Якутск.